Всем привет, добро пожаловать на мой битиканал, снова меня зовут Илья Прелл и добро пожаловать в мой влог Вас ждет поездка вместе с нами в Форт Лодердейл, мы путешествуем с котом Он у нас заядлый путешественник, мы путешествовали с ним в Нью-Йорк, Кливленд и Детройт То есть он примерно понимает, что это такое И в общем да, это наше первое путешествие с момента локдауна Когда ты едешь в путешествие после долгого времени не путешествий Безсложно собрать чемодан, ну чтобы он не был таким тяжелым, например Ну в общем у девушек всегда так У меня он очень тяжелый в данный момент Оказывается вдруг ты столько, много всего используешь каждый день И наверное поэтому у многих девушек такие тяжелые чемоданы всегда Независимо от того, едешь на три дня или на неделю, чемодан все равно будет тяжелым Это так, отступление Мы уже полностью собрались, у нас уже полдвенадцатого дня И мы готовы к нашему путешествию Приближаемся к Форт Лодердейлу Поездка была несказала бы, что это ощущается как 4 часа Мне кажется, как из-за того, что с нами кот Ощущается, что поездка была, ну не знаю, часа два Мы решили остановиться в отеле W Мы уже останавливались в этом отеле, но в Майами Шикарный отель, 5 звезд, все круто Изначально мы забронировали комнату, которая называется Mega Suit Но мы решили все-таки апгрейдиться немножко Потому что, ну, мы не путешествовали полтора года И все-таки хочется, ну, больше комфорта Больше, чтобы пространство было вокруг тебя Тем более с котом Будем, знаете, так сказать, праздновать наше первое путешествие Тем, что у нас будет хороший номер Мой муж еще подсветился и узнала там, какой вид в окне Что мы будем видеть, ну, чтобы, знаете, быть уверенным Что это не какой-то там плохой номер без вида на море Так выглядит наша распаковка кота Он катался с нами реально весь день С 12 до 6 часов вечера Это ему непостижимо Кот еще пока в стрессе, он не может понять, что он прибыл В место, где он будет жить 3 дня, 4 дня где-то так Мы заселились в наш отель В нашу комнату на последнем этаже И это, ну, самая дорогая комната, которая есть в этом отеле Просто потому, что здесь невероятно потрясающий вид Это то, что восхищает, когда ты заходишь в эту комнату, не так ли? Что очень интересно, помимо вида, наш кот все так же пытается понять, что это за место Он очень много вынюхивает каких-то новых запахов Он пытается понять вообще, что это такое, где я нахожусь Если честно, мне кажется, как эта комната оформленная, то какая полировка здесь Это все напоминает тебе о студии, например То есть нет ощущения, что ты в отеле, и это здорово Мне очень нравится, когда в отеле, в комнате есть такая небольшая маленькая кухня И также стол, на котором можно, не знаю, поесть или даже приготовить что-то Тут есть все, начиная от духовки, чтобы испечь ваш любимый пирог, например, если вы по нему соскучились И также здесь есть все необходимые моменты для того, чтобы готовить Далее я хочу вам показать нашу комнату Вот так она выглядит Здесь мы видим ванну, пока еще все чисто и красиво Поэтому я решила это снять в видео прямо сейчас Перед тем, как мы, знаете, приняли, например, ванну, душ и все такое Здесь мы видим туалетный столик Очень классно, как мне кажется, чистить зубы и смотреть вот на тот вид Очень интересно сделано И здесь мы видим зеркало, да Просто, но со вкусом, я не знаю, мне нравится такой дизайн И, кстати, знаете, что мне еще интересно, показалось, это вот эти камушки Я не знаю, искусственные они или настоящие, но это смотрится очень интересно в душе Далее мы видим туалет, туалет как туалет Но, знаете, что самое крутое, это то, что здесь есть вот этот вот кондиционер Во многих американских домах он есть Мне очень нравится, когда есть кондиционер, который позволяет избавиться от неприятных запахов О, халаты, я вижу халаты, очень круто, подмечены И да, это будет нашим апартаментом, наше место, где мы будем жить на последующие пять дней И, естественно, я буду вводить вас в курс, что происходит, как наш маленький друг себя чувствует И да, я увижусь с вами завтра утром Мы решили купаться покушать, и мы обожаем вкусы, вкусы, вкусы И мы уже здесь оказывали, очень интересная история Оказывается, по-моему, год назад, когда мы сюда приехали, мы пришли именно в это место И все выглядит, то есть все реально холодное Добавляют лед очень шаста, чтобы они очень охлаждались Надо сказать, что выбор здесь очень хороший И вообще, получается, в этом месте вот именно это, это у нас бар, где подают напитки, понятное дело И также устрица, а в другом углу там уже есть, получается, ну просто местечко, где можно покушать не морскую еду Поэтому да, нам уже тут подали все вот это Бекеры, которые постоянно подают здесь, и вот это наше самое любимое Вот, это вкусно Это вкусно Это вкусно Сейчас мы попробуем другие вкусы из другого региона, но они немножко большие Они немного больше, чем эти Как правило, чем меньше, тем они вкуснее Другой вкус Это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, ребят! Нет ничего более приятного, чем видеть такую картинку с утра. У нас время завтрака. То, что мы заказали. И посмотрите, как они аппетитно выглядят. Очень аппетитно. И муж заказал американский завтрак. Окей. Ну и, конечно, кофе. Никуда без кофе. И сейчас хочу пойти и взять кофе. Потому что мы сегодня заказывали, кстати, завтрак в номер. И кофе там было вообще ужасно. То есть вообще не очень. Поэтому я хочу взять свой любимый Starbucks. Котик эту поездку у нас переживает совсем прям гладко. Он очень много милкает. Очень много трется о наши ноги. Прям не находит себе места. Когда мы путешествовали с ним, когда он еще был котенком, он был гораздо более таким расслабленным. Но, видимо, из-за того, что он давно очень путешествовал, ну, еще и так далеко, то он, наверное, в небольшом шоке. И сегодня утром это вообще будет целый концерт. Он очень сильно и много мяукал. Давай, запрыгивай на кровать. Обычно в это время он спит. Кстати, знаете, мне очень нравится тот факт, что здесь есть вот это вот окно. Я показываю в своей инстаграм-истории. Здесь видно все. Вчера, когда мы только заселились сюда, он прям смотрел в это окно. Для него это необычно. Он к этому не привык. Он прям смотрел в окно и не мог поверить, что такое тоже, наверное, может быть. Для него это просто идеальное место, чтобы здесь спать. С видом вообще супер классно, по-моему, не так ли? Кстати, завтрак, который мы сегодня кушали, не знаю, вообще не очень, если честно, все это было. Он мне стоил 80 долларов. Пляж просто смотрится невероятно. Хочется просто все бросить и пойти на пляж и искупаться в море. Пляж, жди, скоро мы придем. Так выглядит наш отель. Огромное здание, так ли? И наш номер, ну вот там, где там последний, последний мир тоже. Наверное, я не самый лучший блогер, потому что все-таки я привыкла снимать бьюти-видео. И это не так легко, на самом деле, вот снимать путешествия, влог. Нужно думать больше о том, что будет интересно, смотреть, а что нет. И сегодня, так как у нас такая прекрасная погода, знаете, что хочется пойти на пляж, но мы это сегодня не будем делать. Сегодня я хочу заехать в Таргет, потому что мне там нужно парочку вещей прикупить. У меня нету моих оскалок для рта. И на самом деле это такая базовая вещь, которая, на самом деле, должна быть указана в путешествиях. Я не взяла, и она отмется очень ощутимо, когда ты получишься перед сном, а когда нет. Только понимаю, что чем больше я нахожусь в Флотлорен Дели, тем больше я понимаю, что я хочу здесь жить. Я буду пытаться здесь, но уговаривать мужу, что давайте едем сюда, здесь так классно, здесь хорошо. Мои волосы просто не ужасно смотрятся сейчас. Так, где мой отель? Я потеряла свой отель. Блин, верите, ребят, только что я забудилась, не успевала, куда мне идти, где отель. Казалось, что гораздо проще, иногда очень даже здорово спросить у прохожих. Потому что даже гугл-карты не всегда помогают. Кто у нас тут лежит? Чарли. Кто там? Кто там шумит? Какой ты красавчик у нас. Какой ты красавчик. Так, ребят, сейчас я покажу вам вид. Я открою для этого балкон, потому что обычно мы не открываем балкон из-за того, что у нас кот, все дела. Вау, как же на улице солнечно, боже мой. Вот такой вот вид открывается у нас с нашего 24 этажа. Посмотрите на это. Потрясающе, не так ли? Вот, кстати, там находятся самые дорогие дома, которые вы только можете найти в Флотлорен Дели. Так как это территория у пляжа, здесь большое количество разных отелей, мы становились опять же в W. Здесь недалеко от нас есть отель Ридс-Карлтон, Вестин, то есть все самые топовые отели, они находятся именно на вот этой зоне. Самолеты. Так, где самолет? Они летают тут просто каждую секунду. В Флотлорен. Особное зрелище! Так страшно стоять тут, если честно. Просто посмотрите на то, насколько высоко. Внизу ужас. Шмурашки. Нам повезло определенно, что нам досталась эта комната с таким потрясающим видом. Самая высокая точка в этом отеле. На улице просто потрясающая погода. Мы сейчас собрались идти в мексиканский ресторан буквально в 4 минутах от нас. И у этого ресторана очень хороший рейтинг 4,6. Как раз таки это на то, что мы всегда ориентируемся. И надо сказать, что это, как мне кажется, наиболее такое идеальное время для того, чтобы идти на прогулку. Потому что уже не так жарко. О май гад. Мы пришли в этот мексиканский ресторан, на котором очень хорошо отзывы. И надо сказать, что первое, что мне понравилось, это вот этот коктейль с Маргарита. Бывает так, что коктейли, они бывают прям слишком-слишком такие усилия. Здесь там много алкоголя. Ну, не в этот раз. Обожаю, когда коктейли слишком-слишком, прям, алкогольные. Это здорово. Пока мы хорошо сидим, и мы заказали очень много всего. Мне кажется, у нас станет еще на завтра еда. Поэтому, да, это тоже, что мы заказали. И вы скажете, насколько это вкусно смотрится или нет. Летный нос. Естественно, два по-молву, даже при этом. Мы еще разъедем в очередь, и начался дождь незавтра причем. А в дождь, наверное, да, буквально, не знаю, ну, на 15 дождь, чем мы в дождь не хотим. Поэтому, по-моему, не начался дождь. Ребята, я в Таргете, у нас сейчас дождь, поэтому моя напечатка выглядит ужасно. Наконец-то мы добрались до него. Я все время шопилась в Тампе. Это мой первый Таргет, так сказать, в другом штате. Поэтому я достаточно в большом отторге. Потому что мне кажется, что в разных Таргетах гораздо более интересный выбор вещей. Надеюсь, это так. А потом посмотрим сейчас, что здесь у нас есть. Кстати, у меня батарея вообще не алло. Не подряжена 2%, поэтому я не знаю, сколько я смогу снимать. Здесь мне нравится всегда очень отдел с нижним бельем, с одеждой для сна. Я, кстати, недавно купила бра, что-то вроде вот такого. И мне очень понравилось качество, но оно немножко было малым. Но мне хоть это было XS, вот что-то вроде того. Это, кстати, очень классно смотрится. Мне нравится очень мягкая ткань. Так, размер S, наверное, я бы сейчас взяла. Не XS, так это у нас M. То есть XS и M, окей. Так, это все окей. Слишком маленький размер, 100%. О, о, мой Бог, извините. Это был плохой движ. Сейчас я оказалась в том месте, где продаются разные свечи. Я обожаю свечи. Я стараюсь с женщинами каждый день. И эта свеча у нас называется Coastal Sage. О, окей, я просто чувствую меня, когда я смелаю это. О, правда. Это из всех ароматов, которые целы, это самый вкусный. Он чувствуется мужским, но при этом он не чувствуется, что он прям чрезчур мужской, что очень странно. В общем, огромная свеча. Мне кажется, это будет очень классно для нашего апартамента. Эту свечу называется, она Rotten, ребят. Эта свеча пахнет просто как только что помытое белье постельное. Настолько она пахнет прям свежестью какой-то. Вау. Очень необычен для свечи, я бы сказала так. И прикол в том, что свечи, которые находятся здесь, в Форт Лоттер Дейли, вот правильно так, они не похожи на те свечи, которые у нас имеются. То есть здесь совершенно разные бренды, и у нас этого нет сто процентов. Поэтому как бы да. Как раз таки то, что я обожаю, когда я приезжаю в другие города, гораздо большие города. Чтобы больше выбора... Больше выбора? Сколько здесь очень классных и очень таких приятных к виду дизайна метов интерьера. Обожаю это. Обожаю очень все плетеное. Очень смотрится это красиво. В интерьере также. Свечи 5 долларов каждая. Я набрала очень даже хорошее количество свечей, поэтому я думаю, с меня достаточно. Дело касается свечей. Конечно, мы не можем войти к косметику страны, потому что здесь очень много. Наверное, из этого можно сделать вывод, что она сегодня была для меня чилдень, для мужа моего нет, потому что у него была работа, нужно было сделать там пару вещей, из-за чего, в принципе, мы сюда и приехали. Ну, а я отдыхаю, потому что, когда ты занимаешься тем, что ты делаешь контент, ну, все равно иногда хорошо взять какой-нибудь брейк и немножко... Извиняюсь, мама. Мама, сейчас призвание тебе, хорошо? Через секунду? Да. Очень здоровская идея просто взять иногда брейк и подумать, что ты бы хотела изменить в том, что ты делаешь, да, какие-то новые идеи. Я думаю, это очень здорово помогает творчеству, когда ты просто забываешь о том, что ты делаешь на пару дней, потом возвращаешься уже с чистой головой и таким образом тебе хочется творить больше, возможно. У меня так это. Покажу вам, что я купила сегодня в Таргете. В общем, вы, наверное, знакомы с этой дивой Кап. Я использую ее уже, знаете, сколько? Наверное, года два, если не больше. И это самое лучшее изобретение, которое было сделано для женщин, как мне кажется. Я, по-моему, вчера, когда зашла в Таргет, я взяла это, но на кассе я передумала. И я почему-то подумала, что размер неправильный, но это размер один. То есть первый размер – это как раз-таки для девушек моего возраста. Что вчера я почему-то думала, что это размер ноль. И я купила на распродаже это. То есть это стоило 37 долларов, почти 38. Я купила это за 26-24. То есть, да, это очень хорошее предложение. И также я приобрела вот такой чай для фертильности. Я считаю, что всегда здорово применять какие-то травки для того, чтобы организм чувствовал себя лучше. Поэтому я всегда заинтересована попробовать какие-нибудь новые чаи, но не для похудения, естественно, а больше для того, чтобы чувствовать себя лучше. И я думаю, что женское здоровье – это как раз-таки та сфера, которая, ну, требует внимания. Если вы видите, ребят, что угол немножко изменился, камера моя села, поэтому пришлось менять батарею. Далее, я вчера приобрела вот такой набор, который состоит у нас из шорт, такого красивого, унидового цвета, и также кофты. Сейчас я стала понимать, что меня привлекают вот именно наборы, там, шорты и вот такая кофта, либо, например, штаны и такая кофта. Но это должно быть в интересном цвете. Очень классный комплект для того, чтобы ходить в нем по дому. Он и комфортен, и он очень мягкий внизу. Внизу материал очень мягкий. Но, когда я купила его и примерила, я поняла, что шорты, они прям, ну, немного большеваты. То есть это XS, самый маленький размер американский. Но на мне эти шорты, они смотрятся, как будто бы они чуть-чуть свободны, особенно в областе талии. И я так думала, хочу ли я оставить этот комплект или нет. В итоге я решила оставить его. Точно знаю, что очень легко тут можно провести резинку дополнительную, или как-то так, и таким образом шорты не будут спадать, как сейчас это происходит. Поэтому этот комплект был не очень дорогим, но стоил радио 30 долларов. Я считаю, это очень доступная цена для такого качества. Иногда получается так, что приходится покупать вещи, которые ты, например, забыла, когда паковала чемодан. И это как раз-таки одни из тех вещей. Я использую полоскалки для рта каждый день. Я как стараюсь использовать одну в какой-то один день, другую в другой день, потому что они, ну, для разных нужд. То есть это умывалка, умывалка. Полоскалка, она у нас называется Crest. И эта полоскалка, она очень хороша для того, чтобы немного отбелить зубы, зубы на лед. То есть, особенно если вы пьете много кофе или чай любите, то без этого никуда. И я купила такую, у меня она дома есть, ну, у меня уже заканчивается, там половина, наверное, осталась. И я начала использовать ее. И муж говорит, у тебя зубы как-то побелели? Ты их отбелила? Я говорю, нет, я не делала этого. Мне кажется, я делала именно в полоскалке, поэтому я решила ее взять здесь, потому что, ну, хочется, чтобы улыбка была всегда хорошей, красивой, белоснежной, правильно же? И я купила вот такую полоскалку для рта. Это очень, я бы сказала, такой раскрученный американский бренд, который также очень многие блогеры нативненько рекламируют. То есть, ты даже не знаешь, что это реклама, но в каждом, ну, в каждом, там, втором видео, третьем видео они об этом говорят, типа, ой, это мой любимый товар. Ощущение, что, возможно, им платят деньги за то, что они так ненавязчиво рекламируют это. Но я попалась на это, на эту рекламу, естественно, моего любимого блогера. Прикол этой полоскалки в том, что она прям очень-очень хорошо делает так, что у вас с утра нет этого утреннего запаха изо рта. То есть, не то, что его нет, он есть, но он вот, ну, еле-еле заметен. И, конечно, еще очень важно очистить язык также. Когда я купила ее в первый раз, я не верила, что это будет работать, но так как это уже моя, наверное, третья бутылка, я... можно понять, что все-таки вещь работает, и мне нравится. Рубрика «Бьюти товар». Я приобрела вот такой дезодорант от Native, тоже очень много рекламируют, кто его из американских блогеров. У меня это с ароматом Le Like and White Tea, то есть это белый чай и какой-то цветок, я так понимаю. Мне нравится очень упаковка, простая, минималистичная, очень вкусно пахнет. Я, мне кажется, такого аромата не видела на полках в Тампе, я не знаю почему, но здесь я нашла, я увидела, понюхала его, и поняла, что я хочу это взять. Пахнет прям, знаете, вот так хочет пахнуть, наверное, каждая девушка, потому что это очень такой женственный аромат, и я не знаю, я не смогла пройти мимо него, потому что, ну, это реально вкусный аромат. За счет того, работает ли он, я бы сказала, скорее да, чем нет. Я не использую уже никакие дезодоранты с, как называется, алюминием, с алюминием, наверное, месяцев шесть точно, и мужа тоже я посадила на такие дезодоранты, но минус в том, что иногда ты можешь чувствовать, что как будто бы у тебя пахнут подмышки, извиняюсь за подробности. Аромат отличный у него, это факт, но я буду еще пытаться понять его продукт этот. Далее, я не смогла пройти мимо этого крема от Elf, называется он Camo CC Cream. Крем этот очень-очень много кто рекламировал, когда он вышел, все там, а, Elf вышел с кремом, просто нечто, как так, до этого на рынке ничего не было, но все почему, потому что Elf это очень-очень бюджетный бренд, у них все, почти все доступно, хотя сейчас они немножко поднимают цены, начинают поднимать их, но я долгое время как-то смотрела, думаю, ну и что, ну как бы CC-крем, ну окей, я даже как-то не была заинтересована. Причина, почему я взяла этот CC-крем от Elf, это потому что у меня есть небольшие высыпания, наверное, вы их не видите, но они вот в основном на этой стороне, и как оказалось, да, бьюти-блогер не взяла ничего как full coverage, то есть у меня нет ничего с таким, ну, хорошим покрытием, чтобы прям все скрылось, я такая, окей, вот получается нужно что-то покупать, а в Sephora не хочется идти, да и еще здесь нет, поблизости ни Alta, ни Sephora, здесь вообще нет, близко-близко, только вот такие магазины типа Target, вообще здесь все очень далеко, если говорить о шопинге. Я увидела это, я поняла, что, наверное, пришло время попробовать мне продукт этот, и я была в шоке, как классно сел продукт этот. Он изначально может показаться вам таким оранжеватым, но потом он как будто подстраивается под кожу, и уже даже и не видно, что у вас есть что-то на лице. У меня оттенок называется этот Light 210N. Изначально я долго сомневалась, подойдет ли он мне, или он будет оранжеватым, потому что я точно помню, что многие блогеры говорили, что это оранжевит, а не многокожен, но мне кажется, он подошел идеально, и весь день я даже не наносила никакую пудру, вот именно вечером, ни одной жиринки настолько. Продукт этот хороший получается, тем более здесь SPF у нас 30, то есть двойной плюс. Также последнее, что я купила, получается последнее, мне кажется, это вот это покрывало. Наверное, это покажется кому-то странным, типа зачем ты купила покрывало, ты в поездке, алло, Юля, зачем что-то делаешь. На самом деле причина у меня есть, потому что у нас кот очень любит прибирать лапками на покрывале, это таким образом успокаивает его, и он к этому очень привык, то есть ни дня не пройдет, чтобы он этого не сделал, он любит это на мне так же делать. Берем обычно такого типа покрывала, но в этот раз не взяли, и я просто чувствовала, что ему это нужно. С этой стороны прям супер мягкий, как вот знаете, кошачьи лапки, я не знаю, как еще описать это, вот такой вот он, он не очень большой, но ему достаточно, чтобы накрыться и, допустим, не знаю, вздремнуть, вот так вот. И на этой стороне он у нас выглядит вот таким образом. Белый цвет, да, это очень красивый цвет, освежающий любое пространство, но мне кажется, я надеюсь очень, что он не будет мараться так быстро, потому что не хочется его все-таки часто очень стирать. Поэтому да, ребят, сейчас мы пойдем спать, завтра мы хотим более-менее исследовать территорию, где мы остановились, пойти на пляж, завтра у нас, кстати, еще воздушное шоу, тут будет летать много очень самолетов, будет очень шумно, и я хочу заснять, как они летают и так далее. Мне кажется, это очень интересно. Всем доброе утро, ребят. Я в трех раз встала в 7 утра здесь. Это очень рано. Все это почему? Потому что мы хотим покушать. Хотим взять завтрак, я даже не буду говорить позже. Я на выгляжу как, не знаю кто. Это все стоит того, чтобы позавтракать в хорошем месте, с утра. Какой ветерок обдувает. Потрясающе. Это мой кофе. Экс-бенедикт. Ядь-бенедикт с лососем копченым, картофель, тарелка готовая. И мы можем даже снять пенедикт. Так что, приятного нам завтра. Это весьма влево. Это называется Орлево. Очень стильно. Мне нравится. Можно было сесть и на улицу, но мы решили быть влево, потому что очень-очень жарко на улице. Ревью просто огромное. Вот реально, даже не знаешь, что ты хочешь, но пасту определенно будем пробовать, чтобы вы понимали вот такие цены здесь. Сейчас мне очень хочется карпанар. Должно быть очень вкусно. А вот паста со всякими морепродуктами тоже. Наверное, очень вкусно. Это мой самый вкусный паст, который я пробовала. Существенно горячий, но очень вкусный. Это мясо очень быстро ушло. Невероятно вкусный. Еще вкуснее. Мне понравилось вот это вот мороженое. Настоящий мят, для теста, упаковали те еды, которые мы не доели. А еды много, надо сказать, потому что, вы знаете, что американские борцы, они очень-очень большие. И вот так выглядит вайд-рестаран. Ну что, у нас настал день воздушного шоу. Мы сейчас на пляже, и пляж заполнен полностью. Сюда нужно приходить рано, чтобы занять места получше. Сейчас покажу, насколько здесь много людей. Мы решили не идти так далеко, чтобы просто сидеть, чтобы просто сидеть непонятно где. Мы лучше посидим здесь на пляже и увидим то же самое шоу. Такой план. Сейчас мы, скорее всего, хотим взять кофе. Кофе с завтраком было вообще никаким, его невозможно было пить. Поэтому, да, сейчас миссия наша это взять кофе. Погода, конечно, просто супер. А мы были очень опечалены, когда увидели сегодня тучи, но она разыгралась хорошо, погодка. Здесь все меняется очень быстро, как вы уже это знаете. и так далее. Смотрите, что мы нашли, какой странный выглядящий велосипед. Мы сначала поняли, что он, ну как, на него можно сесть, но оказывается нет, это просто как железяк вообще. Ну, зато интересная очень композиция, не так ли парней у нас на пляже сегодня? В общем, пляж был полностью полон, ветер еще поднялся, мне кажется, и стало чуть более холоднее, гораздо более холоднее, но воздух гораздо стал как будто бы чище, более морским он стал. Это очень весело, не снимать так. Здесь очень много разных магазинчиков и интерес, которые в 24 часа, очень интересные шорты. Это? Я имею в виду, да. Серьезно. Серьезно. Я думаю, что я получу это. Я думаю, что он выглядит очень-очень красиво. Да, я думаю, что это очень нравится. Да, я думаю, что это очень фасшен. Или так. Это очень красиво. Мне очень нравятся какие-то эти купальники эти. So some of them are bikini, some of them are not. Мне очень нравится этот. И это не bikini, что очень здорово. Потому что знаем, сколько это стоит все. Да, мы не поняли цену. Ну, наверное, это было бесплатно, раз там нет никакой цены. Так что я не жил это. О, это класс. Это классно. А это классно как-то. Это, конечно, что. Это ленинград. Эти ленинград. Очень много сериала. Одна отбоката в $5. Никакая не в гостях. Спасия. Помните? Где-то? Я думаю, вы должны приехать здесь. На итальянском vecине. Я надеюсь, мы не приехали туда. Да, правильно? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас у нас около 9 часов И это идеальное время, чтобы пойти покупаться Погода отличная, поэтому сейчас мы идем на пляж Заняли вот это место, потому что все остальные шезлонги, которые находятся более-менее ближе к воде, они заняты И люди приходят супер рано, чтобы занять вот эту полосу с зонтиком именно Поэтому нужно это иметь в виду и приходить как можно раньше Это наша, наверное, первая, так сказать, первый наш раз на пляже с момента карантина, поэтому мы очень рады И самое интересное, что, наверное, я уже говорила вам об этом, что здесь очень сложно найти место после 12 часов дня, поэтому нужно торопиться И погода шикарная, мне кажется, нам повезло очень с погодой Там просто наслаждаемся Сидим Надеюсь, вы это увидели в каком-то самолете О, это очень красиво Я попробовала в первый раз, на самом деле, hard seltzer Это что-то вроде, я бы сказала, камбуча, но с большим содержанием алкоголя Что-то где-то, которое американцы обожают пить во время ухода на пляж То есть это не то, что сделает тебя прям, ну, ты будешь пьяной, как и что-то вроде того, нет То есть это отрезает, но в то же время сделает тебя немножко более ослабленной Поэтому, да, мне кажется, мне это понравилось Любимый вкус пока что это все-таки арбуз, а не нагруз Нам нужно было зайти в магазин, купить салаты Я пошла в магазин Fresh Market, очень дорогой магазин И прям все здесь очень хорошее И какой здесь сервис И, ну, сервис я расскажу потом, что случилось Но, в общем, прикол в том, что я в шоке от того, какого размаха этого места Оно гораздо больше, чем у нас в Тарпе Этот же магазин, супермаркет, я имею в виду, и выбор гораздо больше Очень голодна, очень хочется кушать Сыпала этого места, что здесь играет классическая музыка И я считаю, что это очень здорово, отличает их от других скомаркетов И ощущение сразу такое, знаете, другое совершенно класс Когда дело касается магазина, да Поэтому заканчиваю свое я решение Видимся с вами совсем уже скоро Наверное, вас есть Ну, привет, ребят У нас буквально осталось пару часов здесь, в этом отеле Мы уже прям полностью собраны Мы готовы ехать домой, потому что Хоть это вроде как и отель, но все должно быть уютно, классно Вообще, мне кажется, слоган любого отеля Это чувство себя как дома, но мне кажется, что все-таки мы скучаем по дому Как это ни странно, потому что и кровать не такие удобные И у мужа моего аллергия, непонятно на что То есть каждый раз, когда мы возвращаемся в этот отель Он начинает чихать и так далее То есть, да, это не дом Понятное дело, что это иногда очень классно становиться в отеле Заночевать где-то, где ты еще не был Вдалеке от дома И мы это сделали, это было круто Но если вы спросите меня, будем ли мы еще здесь второй раз Я скажу, скорее всего, нет Потому что цена и качество, они немножко не совпадают Много было моментов То есть, недавно к нам постучали в дверь и сказали Вот вы должны были уже не в отеле в 11 утра Но я говорю, что как бы нет, это не так Потому что у моего мужа у него статус Мы должны были изначально чек-аутиться отсюда где-то в 4 вечера Или в 24 часа Такие опции Это не то, что ты хочешь услышать, когда ты столько много денег вбухиваешь Да, вот в свой отдых И в итоге получаешь пинок под зад Извиняюсь за выражение Типа, когда вы уже уедете и так далее Поэтому, я не знаю Мне кажется, что это здорово исследовать какие-то новые отели Тем более, здесь была очень классная политика по отношению к животным Но в других случаях, я думаю, что здесь есть и гораздо лучшие места Где можно остановиться Просто потому что Начнем с того, что хотя бы что W это немножко более такой старый фонд То есть, у них не было никакого обновления в ремонте с 2000-х В 2000-х это было красиво и классно Но сейчас как бы это немножко устаревший ремонт Обстановка в комнате Поэтому, да Я думаю, что в следующий раз мы будем знать, где останавливаться И получше погуглим, так сказать Что есть хорошего вот в зоне, где пляж Сейчас наш план это пойти куда-нибудь покушать Перед тем, как мы поедем в Тампу Наш 2-4-часовая поездка Это очень весело, ура Правильно же И да, я думаю, что это будет очень круто вернуться в Тампу И погрузиться в этот уют дома Кстати, сегодня очень понравилось мне вот это вот воздушное шоу Гораздо-гораздо лучше, когда вы именно на пляже, а не, например, там в своей комнате в отеле Или, например, в ресторане каком-то Потому что только на пляже вы можете вот услышать этот невероятный, невероятно громкий звук самолетов Как они пролетают, все это увидеть близко-близко То есть, это было, наверное, самым лучшим решением, что мы пошли на пляж Мне кажется, даже у меня немножко сгорело, сгорели плечи Да, без этого никуда, конечно же Я покажу вам, что мы сегодня будем кушать на бед В мексиканской кухне, прямо-таки внизу в этом отеле Я не могу сказать, что у этого ресторана прям очень хорошие отзывы Они нормальные, окей, что-то вроде 4-3, поэтому посмотрим, да Смотрите на нашего кота, он просто валяется, расслабляется и так далее Хай, боди Он такой, куда мы едем вообще, что происходит, почему мои человеки собираются Куриная кисотилля, и это у нас кисотилля со стейком Очень вкусно выглядит, конечно же, маргарита Да, будем быстро есть, чтобы мы успели обовремя чекаться из отеля Все, ребят, прощаемся мы с этим местом Это были прекрасные 5 дней, проведенные здесь Мы очень благодарны этому Ему очень нравится смотреть на море, на корабли, на этом стуле его, на троне его, можно сказать так Да, Чарли? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!